значит соответственно дальше берем past perfect past perfect время уникальное да то есть если посмотреть что она единственная находится в промежутке между дальше в прошлом и моментом в прошлом на то есть past perfect у нас время пред прошедшие да то есть время которое закончилось до прошлого то есть у нас есть два слоя времени у нас есть обычное прошедшее время и пред прошедшее время то есть тоже отрезок времени который идет при ну находится перед прошедшим времени поэтому называется привет прошедшие время past perfect у нас может использоваться только в том случае в двух случаях опять-таки да точно так же как у нас речь идет речь шла континьюсе у нас должен быть какой-то момент времени в прошлом но в отличие от континьюса у нас действия к этому моменту должно было быть должно быть уже закончена значит вот на всей вот эту вот протяженности вот этой вот она может произойти в любое время который соответствует этой полоске да то есть если действие у нас произошло просто в прошедшем времени да то мы будем использовать либо по steam полу либо по сконтиньюс на если у нас есть правило поставь у нас используется случае если у нас есть какое-то последующее действие в прошлом который следует за ну после пред прошедшего времени вот и у нас есть какой-то момент в прошлом который к которому действие в прошлом был совершенок значит два варианта на где-то до этого времени которое мы указываем произошло какое-то другое действие это вариант 1 и вариант 2 это когда одно действие предшествует другому точно так же у нас в past continuous есть какое-то второе действие если в past continuous у нас действие происходит одновременно ну то есть одно происходит во время другого то когда мы используем past perfect у нас действие должно находиться в двух разных плоскостях обязательно одно должно знать ну действительно предшествовать другому например базе тайма и года шиха долл рейда лифт к тому моменту когда я добрался до туда год за шиха долл рейда лифт она уже ушла на то есть у нас как бы есть два события в прошлом первое случилось просто в прошлом второй случилось в пред прошедшем времени то есть до того как случилось второе действие поэтому то действие которое произошло раньше то есть в пред прошедшем времени она соответственно будет ставить в пост прев�� то действие которое случилось позже то есть после предпрошедшего времени она будет стоять совершенно соответственно в past simple вот соответственно и последнее время которое у нас есть perfect это future perfect она ну по сути соответствует является зеркальной копией постовик за одним исключением что там нету после будущего времени время будущее оно одно на у нас предложение авил хитон у нас указано что она происходит до какого-то момента в будущем на то есть никакого после после будущего времени у нас нету вот значит то есть действия к указанному моменту в будущем будет закончена на то есть например я съем это яблоко завтра шнему дню авил хитон зис apple by tomorrow я съем яблоко будет съедено к такому-то моменту времени мы не указываем когда действие будет происходить но мы указываем когда она точно будет закончен вот ну и соответственно точно также с другим действием которые тоже будущем может произойти время perfect continuous perfect continuous гибридное время она используется ну то есть по сути она является указанием действия которое свершилось какому-то моменту но при этом оно было длительным да то есть как бы если мы используем обычный perfect нас волнует исключительный результат исключительный результат ну то есть как бы ну допустим если про яблоки пример проекта то нас волнует что яблоко уже съедено да то есть нас не волнует сколько времени это заняло да как сложно это было сделать нас волнует результат на яблоко съедено если мы используем perfect continuous то мы указываем указываем на то что действие не только было совершено мы еще указываем на то сколько времени она заняла то есть как правило время perfect continuous используется именно для того чтобы обозначить сколько время длится сколько действия длится например на фьючер фьючер перфик континьюз фьючер презент презента хикантин у нас сказывает на продолжительность действия которое началось прошлом и длиться до сих пор да оно может продолжиться длиться после этого или она может закончиться в этот момент, как вы это сказали. Ну, например, I have been doing my homework for two hours already. Я делаю домашнее задание уже два часа. То есть, как бы, здесь нужно внимательно относиться именно к тому, какое здесь время выбрать. Если мы будем отталкиваться исключительно от русского предложения, то я делаю как глагол несовершенного вида очень хочется будет перевести как Present Continuous. Проблема заключается в том, что у нас указано то время, которое было затрачено на это действие. То есть, оно наполовину уже свершилось. А то, что действие свершилось, у нас за это отвечает время Perfect. То есть, действие наполовину уже завершено, поэтому это все-таки Perfect. Но так как оно длительное, оно наполовину еще при этом Continuous. Ну, у нас в итоге получается Perfect Continuous. Вот. Значит, время Future Perfect Continuous и Past Perfect Continuous, они точно такие же, как обычный Perfect. Единственное, что там опять-таки будет указано, скорее всего, как долго действие происходило. Да, то есть, мы можем сказать то же самое предложение в прошедшем, допустим. I had been doing my homework for two hours when the world exploded. Я делал домашнее задание два часа, когда мир сорвался. Вот. Ну, то есть, как бы опять-таки, да, то есть, как бы если бы там не было продолжительности действия, это был бы обычный Perfect. Но в тех случаях, когда мы хотим указать, сколько действия длилось, мы используем Perfect Continuous. Ну, и во Future Perfect Continuous там будет точно такая же малина. Дублировать не буду. Я думаю, так все понятно. Вот. Если у нас все понятно, мы переходим к порядку слов. Предложение. Порядок слов. Значит, что нам нужно запомнить в первую очередь? В первую очередь нам нужно запомнить порядок слов предложения. Общий порядок слов. Значит, посмотрите, пожалуйста, на время Future Simple. Значит, время Future Simple у нас достаточно простое для того, чтобы с него начинать. Значит, у нас есть три типа предложений. В левой стороне они обозначены у нас желтеньким цветом обозначено вопросительное предложение, в бежевом цветом у нас обозначено затвердительное предложение и синеньким цветом у нас обозначено отрицательное предложение. Вот. Значит, что нужно запомнить про утвердительное предложение? Порядок слов у нас следующий. Вначале у нас стоит подлежащее. В данном случае у нас ВИ, Ю, АЙ, ХИ, ШИ, ИТ, АЙ. У нас нету никаких разделений, хотя напрасно. Ну, в общем-то, это время-будущее, поэтому нам разделение как таковое не нужно. Значит, у нас сначала идет подлежащее. После него ставится вспомогательный глагол. В данном случае это ВИЛ. И после этого у нас ставится глагол. Значит, глагол у нас обозначен буквой В, и в зависимости от того, какое у нас будет время, глагол обозначается определенной формой. Ну, например, если посмотреть ниже на время continuous, которое посередине находится, у нас там форма глагола инговая. Если посмотреть еще ниже, то там у нас будет третья форма глагола. Вот. Значит, здесь у нас пока что первая форма глагола, да, здесь не стоит буковка В, здесь не стоит циферка 1, но это первая форма глагола. Везде, где просто буквка В написана, это первая форма глагола имеется. Вот значит Соответственно, запоминаем Подлежащее, вспомогательный глагол Глагол Это у нас утвердительное предложение Значит, смотрим ниже Отрицательное предложение Частица нот У нас цепляется к вспомогательному глаголу То есть у нас порядок Слов практически точно такой же У нас вначале идет подлежащее Потом идет вспомогательный глагол И между Ну, точнее не между, а после вспомогательного глагола, у нас остается частица нот и у нас форма глагола, как правило, точно такая же будет стоять. Если посмотреть на continuous, допустим, у нас везде будет стоять инговая форма глагола, вне зависимости от того, какой у нас тип предложения используется.